Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зодия на аппарате Morbid The Seven Acolites. Новая хоррор-панк-экшен-РПГ в лавкрафтерском антураже. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья! Давайте взглянем на эту игру. Игра выходит в Стиме в тот же день, когда будет опубликовано это видео. Гавань Сольги Так, мы где-то очнулись. Я вижу тут много разных книг разбросано. Давайте посмотрим, что у нас имеется на интерфейсе. Мы видим здоровье, само собой зеленая это выносливость. Потом еще есть какая-то вертикальная фиолетовая шкала. Но я надеюсь, нас сейчас всему этому обучат и все объяснят. Играть я буду на геймпаде. Так, с помощью Игорька мы можем, видимо, взаимодействовать. Подобрана меч Диброма. Новая запись истории меч Диброма. Так, проверяю. Сильный удар. Слабый удар. Ага. Немного непривычное управление, ну то есть расположение кнопок. Но к этому можно привыкнуть. Так, я могу в скрытный режим, видимо, перейти. Угу. Так. Блок. Но ставится он буквально на долю секунды, задержать его надольше не получается. Окей. Мы можем как-то... Вот, открыть инвентарь. Выбрать этот меч. Вот он. Можем его еще и осмотреть. Меч Диброма. В Ордене Диброма, каждому будущему стремящемуся, приступавшему к обучению, выдавался меч Диброма. Прекрасное оружие, которое могло послужить и после обучения. На клинке выгравлены слова, которые все стремящиеся должны знать наизусть. Даже если вся радость уйдет, если всех нас надежда покинет, из пылающих недр земли, из морской и беспредельной пучины, явится миру стремящийся, наш единственный свет угасающий. Ну как интересно. И судя по второй ячейке, будет еще какое-то оружие дальнего боя. Мм. Так, мы можем разбивать. Вот как это все. Ой, что это такое? Змеиная... О, это... Оно живое! Мне показалось, что оно просто вылетело что-то и валяется на полу, но нет, это что-то еще нас и преследовало и даже атаковало. Так, мы можем сохраняться? Давайте проверим. Нет, мы не можем сохраняться. Я хотел бы сделать чуть-чуть потише громкость эффектов. Так, открыть-закрыть инвентарь. Но это мы уже поняли. То есть это книжечки, это подсказки. Вот такое вот обучение, да? Вон, здесь мы теперь можем пройти. Если что, хорошо. Икс атаковать. Ой, сколько крови. Нужно ли нам разбивать все вот эти ящики, бочки и так далее? Можем ли мы что-нибудь в них найти, кто-то знает. Кто его знает? Пока что вроде ничего. Надевайте предметы из инвентаря, удерживая на них клавишу РТ. Ячейку можно выбрать с помощью клавиш стрелочками. А это что такое? Гадкая каша. Наверное, лечилка? Угнетенным и еле передвигающим ноги жителям Морнии не приходится быть разборчивым в еде. Эта вонючая смесь едва съедобных ингредиентов служит пищей для большинства простых людей. Чтобы некоторое время поддерживать жизнь, этого хватает, но не более. Так, мы можем как-то назначить ее на ячейку быстрого доступа. Ага, вот так зажимаем. Вот так назначаем. Нижнюю ячейку использовать нельзя. Она уже для чего-то назначена. Для чего-то, что мне напоминает флакон с эстусом. Да, теперь я знаю, что ты меня будешь атаковать, поэтому атакую. Так, здесь что-то еще есть. Еще каша, хорошо. Так, 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 там что-то есть. Опа, а это что? Успокаивающая капсула. При использовании восстанавливает здравомыслие. Разум стремящегося – это ресурс, потерю которого редко можно восполнить, что стало очевидным для Ордена Диброма еще в самом начале, противостояния злым божествам. Многие из отважных бойцов, которые отправились сражаться с порочными ужасами, обрушенными на морню гахарами, погибли не от физических ран, но от одного лишь страха. Поэтому Ордену Диброма пришлось искать решение этой проблемы. Успокаивающая капсула содержит в себе воздушную взвесь седативных средств. После вскрытия контейнера из него начинает выходить газ, вдыхание которого успокаивает нервную систему. При использовании восстанавливает здравомыслие. Но давайте тоже назначим куда-нибудь, допустим, вот сюда. Использовать предметы, крестовины, ну это я уже догадался, в принципе. Опа. Еще каша. Неплохо, давайте мы еще тогда вернемся чуть-чуть обратно. Нет, здесь ничего нет. Я уж думал, может быть, найдем что-нибудь. Непривычно, что у ворота на геймпаде... Тихо-тихо, иди сюда. У ворот на кнопке А. Обычно всегда на геймпаде на кнопке Б у ворот. Так, это мы уже прочитали. Здесь мы что-то можем подобрать. Вместимость боеприпасов повышенная. Как интересно. Кстати, у нас под выносливостью получается боеприпасы, только непонятно, что это за боеприпасы, что там нарисовано. Вообще как-то не понять. И фиолетовая полоска вертикальная, видимо, и означает наше здравомыслие. Ну как игра выглядит, могу уже сказать, что мне нравится. Определенно нравится. Управление, на первый взгляд, довольно удобное. Но посмотрим уже в бою, в полноценном, как оно себя покажет. Что это такое справа, смотрите, извивается? Оно вообще живое? Ой, смотри, там книга какая-то. Я смогу как-то к ней подойти, а? Ага, вот так можно пройти. Новая запись истории. Семь послушников. А как нам... Где мы можем это... Эти записи истории прочитать-то? Хм. Так, ну пока что даже не знаю. Возможно, где-то в будущем появится возможность это прочитать. А, в движении уклонение переката. Ну да. Это я уже понял. Ну хорошо, конечно, что подсказки все-таки есть. По управлению, в принципе, понятно пока, что все. Претензий нет. Камень диброма улучшен. Камень диброма это, наверное, есть наша лечилочка. Основная, да? Хотя, кто его знает? Справа что это такое? Типа торговца что-то? Так, вниз лечиться. Я понял. Так, подождите. А вот здесь что-то было такое. Вот что это? Это противник? Это нужно убивать? Да. Это противник. Я понял. Так, сильным ударом мы можем ваншотать. А с него вылетают вот такие вот мелочи. Кузатые. Ой, я думал, ты не долетишь сюда. Тот, который перед тобой на меня напал, он вроде как на пару метров всего лишь смог пролететь вперед. Этот меня достал. Но ничего, мы сейчас учимся, что и как. Звучаем просто. Разбираемся. Приветствую вас, стремящийся. Меня зовут Талас, последний монах Магратея. Я ждал вас. Никому из ваших предшественников не удалось победить Гахаров. Эти злобные божества терзают наши земли и поработили наш народ. И никто не может им противостоять. Однако у Гахаров есть одна слабость. Они не могут выжить без хозяина. Они связали свои извращенные разумы с плотью семи могущественных послушников. Ваш долг – убить послушников и таким образом отобрать у Гахаров тела. Вам помогут святыни, подобные той, что находится здесь. Задание – встретить Таласа. А вот эта святыня – это что-то, что нас сохранит? Да. Это кейбанфайер. Медитация, задание, перемещение. Ужасный паноптикум. Что бы это ни было, давайте посмотрим. Ага, это, видимо, просто типа кодекса, энциклопедия. Враги. Ага, как только мы встретим кого-то, мы сможем про него прочитать здесь, да? О, земляная спора. Если мясоцвету не удается найти хозяина или источник еды, он может замирать и переходить в состояние покоя, которое обычно называется земная спора. Мясоцветы. Также мох безумцев. Инвазивный праздничийский организм. Это грибоподобная форма жизни, использующая в качестве хозяина любой биологический объект. Мясоцветы способны брать под контроль, восстанавливать и развивать нервную систему хозяина, благодаря чему могут даже оживлять умерших. Возрожденная тварь-рыба. Обглоданные кости большой рыбы, возвращенные к жизни мясоцветом. Так, про мясоцветов мы прочитали. Зараженные существа обычно становятся чрезвычайно агрессивными, поскольку растение стремится и защитить хозяина, и заселиться в нового. Да, противники будут интересными определенно, их будет много. В общем, информации полно. История мира. Ага, вот где мы можем прочитать то, что мы находим в книгах. Семь послушников. Когда Морния была молода, в глубинах нашего сознания зародились они, гахары, как мы их теперь называем. Впервые услышав, как они шепчут, соблазняя нас великой силой и мудростью, мы знали, что принимать это дурное предложение нельзя. Однако некоторые не смогли устоять перед таким соблазном. Семеро получили огромную силу и согласились служить сосудами для гахаров. Без тел злые божества не смогли бы выжить. Гахары связали себя с плотью семи могучих послушников и с их помощью покорили Морнию, поработили народ и установили тиранию невиданной прежде жестокости. Сейчас Морния лежит в руинах. Гахаров почитают как живых богов. Семь послушников правят королевством, а их чудовищные прислужники несут опустошение по всей земле. Но еще остается надежда, что однажды придет достойный стремящийся и убьет послушников, изгнав таким образом гахаров туда, откуда они пришли. Так, и собственно по обучению. То, что мы находим, мы тоже можем здесь просмотреть, если вдруг мы забудем. Окей, задание. Встретьте Талоса. Поговорите в гавани с Ольей Сталосом, последним монахом Магратея. Так, переместиться мы, понятное дело, мы сейчас никуда не сможем. Нужно, видимо, такие еще находить места. медитация. Так, противники восстановились? Давайте сразу же проверим. Да, противники восстановились. Кстати, смотрите, слева вверху, там где иконка нашего мозга, там какая-то как будто жидкость. Что бы это могло значить? Возможно, это наш опыт какой-то. Да, похоже, что... Похоже, что так. Так, и все вот эти бочки, тоже все это восстанавливается. И действительно, так можно, в принципе, нафармить огромное количество предметов. Просто восстанавливая здесь все и разбивая бочки. Ну, смотрите, еще... Гадкая каша. Думаю, нам это пригодится. Ладно, идем дальше. Мы можем пройти, наверное, сюда наверх, а можем пройти куда-то вправо. Ой-ой-ой, это противники. Понял? Ой-ой-ой-ой, я же колбнул по вороту. Нет, лучше быстрыми атаками и уворачиваться сразу. Ай-ой-ой, не успеваю. Просто не успеваю. Там то ли препятствие было, что-то мне как будто помешало. На тебе. Фух. Так, вот это уже противники довольно-таки непростые. Так, а что если справа? Посмотреть. Что у нас здесь? А, удерживать? Ага, мы можем просто бежать. Вот так хорошо, кстати. Так, а у нас нет ничего вообще хоть отдаленно напоминающего карту. Чтобы понять, куда же нам идти. То ли туда вверх, то ли сюда вправо. Ой, тут кто-то... Тут кто-то есть. О, Ларш, любимый, когда же ты вернешься? Задание Тоскующая вдова. Черт, не успел. Ну ладно. Хорошо. Очки опыта, которые вы зарабатываете, убивая врагов и выполняя задания, представлены в виде мозговой жидкости на вашем дисплее. Как только круг заполнится, вы получите очко навыка. Очень интересно. Я бы хотел поскорее попытаться как-то прокачаться, чтобы просто посмотреть, как здесь это реализовано и что мы можем в итоге прокачивать. Да, да эй! Да твою ж дивизию! Стоп. Каша. Перекусили немножко гадкой каши. Ага, она не моментально восстанавливает здоровье в течение определенного времени. Идет счетчик секунд. Ну, каша слабовато восстановила. Так, давайте издалека. Вот так. Понял, близко к ним подходить нельзя, он просто не даст мне атаковать его. Ой-ой-ой, ты кто такой? У меня мало здоровья, ладно, кашу съедим? Или все-таки что же? Пойти в бой? На тебе. Ой, там кто-то? Льющийся, нехорошо. Новая запись, огромная пиявка. Так, успокаивающая капсула. Так, там какой-то гоблин ходит, я его боюсь. И еще одна капсула. Так, туда ли я иду, куда мне нужно? Там вроде как преграда какая-то, смотрите, живая. Живая изгородя такая. А перед ней еще что-то, что может быть довольно опасным. Ну вот эти вот довольно мало дают опыта, но все равно. Так, вон-то штуковина, она не будет ничего в меня стрелять. Но в любом случае нужно подойти и проверить. Лучше сейчас заранее обо всем этом узнать. Сяшковы врата. Ой, там кто-то в бочке сидит. Так, а я не могу туда пройти, к этим бочкам. Могу. Я сейчас не знаю толком, куда идти. Иду в основном наугад. Просто вот решил пойти, допустим, вправо. Еще кашу получили хорошо. Так, к тому дядьке в бочке пройти как-то можно? Отстань! Эй. Бывал я и трезвым, как ты, но потом напился. Хе-хе-хе. Окей. И что? Уйди. Ладно, я так понял. Он с нами не хочет пообщаться. Проклятое село. Подождите, а там я все сделал? Там ведь еще квест можно было выполнить. ЛТ удерживать красца. Я понял. Подождите, я хочу вернуться. Кстати, очень любопытно сейчас проверить. Если я вернусь, а враги восстановятся? Возвращаемся в гавань Солье. Ой, черт, 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 черт. А нет, все нормально. Да, восстановились противники, смотрите. Ну ничего, зато прокачаюсь. Сейчас как раз посмотрим, как это реализовано. Я хочу понять, как выполнить квест. Нужно будет прочитать про него еще раз в том месте, где мы медитируем. Так, за выносливостью, кстати, следим, чтобы она успевала восстанавливаться. В подобных играх выносливость это святое. Черт. Ну ничего, я думаю, мы уже буквально с минуты на минуту прокачаемся. И нам, наверное, восстановят здоровье в честь этого. Эть. Там пиявка, которая плюется. Нет, нам здоровье не восстановили. Нам дали очко навыка, которое где-то каким-то образом можно применить. Но здоровье нам не восстановили. Так, ну в любом случае я хочу помедитировать. Давайте погоним. Быстренько пробежать. Посмотреть по заданиям. Значит, тоскующая вдова. Узнаете, что случилось с Ларшемборгом в проклятом селе и помогите тоскующей вдове в Гавани Сольи. Ага, то есть нам сюда придется потом вернуться. Понял. Поговорите с Талосом. Так, значит, давайте поговорим с ним. В путь, стремящийся, одолеете семерых послушников и спасите мир. Угу. Задание выполнено. Вам необходимо победить семерых послушников. Так вы изгоните Гахаров и спасете Морнию. Понял. То есть мы выполнили это задание, да? Да. Все, задание отсюда пропало. Великолепно. Удобно. Так, медитация, медитация. Ну давайте помедитируем. Все равно те вороны восстановились уже. я хочу вверх попробовать куда-нибудь сюда нужно. Только один удар. Так что, она не захотела уворачиваться. Там узкий проход был. Она просто не захотела уворачиваться, хотя на кнопку я нажал. Так, Нужно хорошо насматривать территорию. Так, ну пока никто на нас и нападает. Давайте все-таки посмотрим про эти гранулы. Купить против всеядия, лечащие любые хвори, могут себе позволить лишь самые зажиточные огорожане, священники и аристократы, а бедным прослединам остается довольствоваться дешевой и более слабой альтернативой лекарственными гранулами. Лекарственные гранули не лечат болезней и не восстанавливают здоровье, они лишь успокаивают и временно продают бодрости, поэтому их называют последним утешением. В большинстве случаев гранулы просто оттягивают неизбежное и облегчают тучи смертельно больных, восстанавливают здравомыслие и ненадолго снижают урон здравомыслию. Окей. Там еще один ворон. Сюда, иди сюда. Никуда не та кнопка. Ай! А, у меня выносливость закончилась. Понял. Понял, понял, понял. Вот это удар. А ну-ка, давайте засечем. Сколько он тратит еще раз выносливости? Понял. Ладно, просто повнимательнее нужно быть. Баллон кромби. После изобретения оружия, приводимого в движение газом, большинство оружейников прекратили делать пороховое оружие. Оказалось, что газ гораздо более эффективно и мощное топливо, поэтому надобность в традиционных мушкетах и винтовках исчезла. Первым газовым оружием стали пистолеты, но со временем развитие оружейного искусства позволило использовать газовые механизмы в любых видах огнестрельного оружия. Однако, бум на рынке газового оружия произошел только после того, как Адибус Кромби, легендарный оружейный мастер Деброна изобрел универсальный газовый баллон, применимый для любого оружия. В наши дни преобладает газовое оружие и все используют баллоны Кромби, однако ходят слухи о том, что в не очень отдаленном будущем появится еще более мощный источник энергии. Выполняет боеприпасы. Понял. Так, стоп, а его нужно куда-то тоже поставить вот сюда. Окей. Отлично. Это что такое? Лазарев цветок. Используйте, чтобы повысить здоровье и здравомыслие, а также исцелиться. То есть это на время? После того, как в морне появился мох безумцев, многие менее агрессивные растения стали постепенно исчезать. Лазарев цветок одно из таких растений. Этот редкий, но очень эффективный лечебный цветок исчез бы совсем, если бы не жена мэра, которая обожала его запах. Она приказала посадить растение у себя в саду, и его удалось спасти. Сегодня найти лепестки этого цветка крайне сложно, но в окрестностях форта Морния его опьяняющий аромат все еще хорошо чувствуется. Там же можно увидеть парочку цветочных душ и блуждающих постей, порожденных лозами растения. Используйте, чтобы повысить здоровье и здравомыслие, а также исцелиться, но не сказано это на время или на постоянку. Если на время, то как-нибудь потом. Ой, здрасте, тут кто-то сидит. Это еще баллоны. ходить могут только возвышенные. Проход в юртай. Понятно, мне нужно как-то стать возвышенным, чтобы туда пройти. Давайте прочитаем, во-первых. Араб-привратник Кэрн в гавани Сольи пропустит вас, если вы пройдете обряд возвышения. Ага. Так, давайте помедитируем, все равно вверх сейчас я подниматься не буду, я пойду вправо. вот так, хорошо. получить еще один уровень само собой нам не помешает, хотя мы еще не знаем, где нам собственно в итоге утратить эти очки навыков. стоп, где-то внизу какой-то гоблин ходил. Я хотел бы с ним сразиться, вот, чтобы лучше здесь, на этой локации понять, насколько он опасен. ну-ка иди сюда, а ну-ка. Эм, я ожидал от него большего, проклятый моряк. Я ожидал от него большего, ну ладно. Так, что у нас там, пиявки, пиявки. Больше, в принципе, ничего нет. не хочу на нее время тратить. Отправляемся в проклятое село. Я думаю, нам не зря сказали про то, что мы можем вот так вот скрываться. Так, мы можем наверх пойти, но справа еще какая-то подсказка. Мы, наверное, можем подойти сейчас и со спины его жахнуть, да? Б, особая атака, ну, само собой. Войти я не могу. Нет. все, разносим. Хотя бы просто расчищаем площадку, если что, будем сюда бежать и здесь сражаться с кем-то особо опасным. опа, там какой-то рыбак зеленый. О, вот туда нам будет нужно по-любому. там этот алтарь, как он называется, я уже забыл. Слушайте, ну давайте попробуем опять так. Слушайте, хороший способ подкрасться сзади. Хороший способ. Здесь еще где-то был гоблин этот моряк этот. Вообще он как рыба. Смотрите, он реально это рыболюзия. Ну да, не зря разработчики говорят, что это играл в лавкрафтовском от Тураша. Стоп, а мы здесь можем подняться наверх? Нет, ступеньки просто увидел, подумал, что может быть там что-то есть. нажмите ЛБ, чтобы парировать. Контратака после идеального парирования наносит огромный удар в Б, а потом сразу контратаковать, наверное, да? Ну давайте, давайте попробуем. Сейчас как раз эксперимент проведем. Ну-ка. Еще раз, да? Да? Знаете, по-моему, моя вот эта вот атака его бы уничтожила сразу. А тут два парирования и толк от них под к ноль. Ух ты. Что это за сундучок такой? Разбивайте сундуки, чтобы открыть их. Лепесток мясоцветов. Еще каша. Стоп. Так нам, наверное, туда и нужно, наверх. Так, этот нас уже заметил, товарищ, да? Вот, смотрите, отличная атака. Зачем что-то парировать, блокировать, когда можно его ваншотнуть просто и все. Ну, конечно, это еще самый начальный рядовой противник, простейший. Я вот хочу узнать, как мне прокачиваться. Вот, очень хочу знать, как прокачиваться. Где же и как же это можно будет сделать-то? Ух ты. личное оружие их наследие живет живет в немногих оставшихся в рабочем состоянии винтовках, разбросанных по всей морнии. Так. как тебя сюда поставить? Вот так. Осталось еще разобраться, как им пользоваться-то. РТ удерживать и опустить. Ага. Когда я нажимаю РТ, мы просто поднимаем оружие, когда я отпускаю РТ, происходит выстрел. Я думал, нужно держать его чисто для того, чтобы, так сказать, целиться, но нет. То есть, если я уже поднял оружие, опустить его обратно просто так я не смогу. По-любому будет выстрел. Потратится, да? Понял. Нужно в этом плане быть аккуратным. Хорошо. Камень Диброма улучшен. Задание. Где же мне прокачаться-то? Стоп. Сейчас я к нему не пройду, к этому рыбаку. Видите, они как бы в эту сторону направлены своими щупальцами и наверняка если я подойду, они мне нанесут урон. А с той стороны подходить наверно можно. Ладно. Ладно. Будем иметь в виду. Сам нарвался. Вот нажимаю Б по привычке, чтобы бежать. А бежать-то здесь на А. Еще товарищ иди-ка сюда. На тебе. Тут еще товарищ тоже хочет получить. На. Иди сюда, иди сюда. А вот опять нажимаю на Б, чтобы пробежать. Просто по привычке. бежать. Вот так через щелочек в заборе убиваем. Войти туда нельзя. а. А, ты противник? Я думал, что ты типа торговца. Я подошел к нему так спокойненько, думаю, поговорить. Ага. я думаю, лучше на эти огоньки не нарваться. Опять нажимаю, черт, опять нажимаю Б, по привычке. Ага. Ну да, в принципе, просто получили урон от этой шаман-рыбы. А потом по-быстренькому забери ее. Понял. Вообще, это все, конечно, замечательно, но мне просто, ну как, уже даже из любопытства хочется узнать, как же мне прокачаться, куда же мне пойти, чтобы прокачаться-то. Просто, чтобы понять, как здесь что устроено-то. Механику вот этого всего. Механику прокачки. Кто-то еще ходит. Да, стой ты. А тебя еще дармять нужно. Ай, да он не дает мне ударить его. Ишь ты, ишь ты. Ничего. Просто уй... Ой-ой-ой. Дядька какой-то страшноватый. Учимся пока что. Ой, это, это босс, босс Мангборга. Ёлки, подождите, босс кашу едим. Быстренько. Так, не жадничаем. Будем убить слабыми атаками. Или все-таки сильными. выносливость, выносливость, выносливость. Не, ну, судя по всему, не особо страшный. Он медленный, как, как, как черт. Якорем бьется, ой-ой. шипы. Не шипы, а эти щупальца, вот этих, как они называются, с общим. Так, я, пожалуй, кашу все-таки скушаю. Ну да, он был довольно-таки слабенький. Единственный урон, который я получил, это сам же нарвался на вот эти щупальца, и все. Я их просто не заметил, когда я сюда подходил, их же здесь не было. Поэтому я про них, как бы, не думал, они потом появились. Бортовой журнал Боргия. Большинство страниц испорчены водой и рыбной слизью, но некоторые фрагменты еще можно разобрать. Страница вторая. Плавание началось отлично, рыба клюет хорошо. Капитан приказал организовать вечером пир. Страница седьмая. В последние несколько дней у всей команды был ночной бред и одинаковое видение. Может, перегрелись на солнце? Страница пятнадцать. У одного из матросов были горячечные видения, и он покончил с собой. Вся команда трясется от страха. Ходят слухи о проклятии. Страница семнадцать. Ночью капитан прыгнул с корабля. Трус. Моральный дух экипажа никакой. Страница двадцать первая. Кончается еда. Море обернулось против нас. Заболели еще шестеро. Немедленно возвращаемся домой. Страница тридцать шесть. Мы сходим с ума. Вести журнал я могу только в короткие моменты прояснения. Теперь смерть кажется благом. Ага. Мы теперь должны вернуться к... вдове там и рассказать ей, что случилось. двуручный меч Диброма. Так, у нас был одноручный. Ага. Ага. Скорость на пятнадцать процентов меньше, урон на тринадцать процентов больше, да? Ну-ка, давай посмотрим. Еще медленнее выносливости. Даже не знаю, но попробуем сейчас. Хотя двуручное рыжее оружие особенно как бы мне не подходило никогда. Я предпочитаю скорость у вороты. Нет-нет-нет, что-то как-то слишком медленно. нет. Во, другое время. Удар в ворот. Удар в ворот. Вот так вот. Двуручное это не мой тип. Так, вдове сходить успеем в принципе не всегда. Я больше всего сейчас хочу именно потому, что у нас сейчас именно первый взгляд, как бы, я хочу узнать, как здесь прокачиваться, просто чтобы узнать по максимуму. О, какая-то книга, интересно. Так, нет, давайте вот этого уберем. Да его еще догнать-то надо. Ладно, сам придет. Захочет, придет. Еще бегать за ним. Обреченная солья. Новая запись. Там сундучок, но там эти пиявки. Надо бы вот так вот, вот так вот через забор. Отличная тактика. Еще каша. Хорошо. Каша, в принципе, это хорошая штука. Пока у нас слабый уровень, здоровья не так уж и много, каша, в принципе, нормально восстанавливается. В будущем, конечно, уже она толку давать не будет. Что? Ага. 10 штук максимум мы можем при себе носить, да? Ладно, съедаем одни и подбираем вот эту. Я как раз задумывался о том, а есть ли какой-то предел, сколько можно их нести при себе? Потому что их ведь таким образом можно просто нафармить заранее штук тысячу и потом уже играть. Вот так вот с этими надо. Ну да. Все-таки, как же прокачиваться-то, а? Мне просто любопытно, прям так. А что это он не сдох? Обычно всегда от одной такой атаки он сдохал. В этот раз почему-то странно. У него прям вообще один процент здоровья, наверное, остался. А, ну да. Ну я понимаю, что мы можем сейчас сходить туда в вдове, но... Оп! Оп! Опять перекутал кнопки. Опять перекутал кнопки. Нажимаю Б, чтобы бежать вместо... То есть просто нужно привыкнуть. Нужно просто привыкнуть. Ну, сверху, получается, я все обошел. Еще раз проверяем вот так вот, чтобы уже точно знать, что ничего не пропустил, потому что... Ну как, я пропускал, конечно, бочки всякие и так далее, но... Чисто из-за того, что сейчас у нас не прохождение, сейчас у нас чисто первый взгляд, поэтому... Тратить слишком много времени на осмотр не хочется. Хочется просто вот разобраться с механикой и так далее. Ну, наверное, сюда мы вообще поднимались чисто ради вот этого квеста. Ага, вон ту штуку и нужно убрать, тогда мы к тому, наверное, сможем подойти рыбаку. Так, доводите сюда. Вот, хорошо. Спасибо. Так, здесь... Ты кто такой? Так, он уже собрался меня атаковать и, возможно, это было бы больно, если бы он все-таки успел. Еще один сундук охраняет, ты посмотри, а. Так, 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 сейчас сделаем по-хорошему. Понял, ни в коем случае не стоять перед ним. Он атакует вперед и бьет больно. Ой, а это что? Большая руна одиночества. Обненный гриб. Само собой предметов в этой игре море. Каждый можно изучать и нужно изучать. Чтобы не тратить время, сейчас просто давайте еще немножко подвиниться вперед. Может, нам все-таки покажут, как же здесь прокачиваться-то. У нас уже три очка навыка есть, которые куда-то нужно деть. Только пока что, как бы, и некуда особо. Да, все, сверху я уже зачистил. Да, теперь мы можем пройти вот сюда, отлично. Да будет проклято, долг Гахар! Уже 84 дня, как я не могу найти хорошие рыбы? Были времена, когда солья процветала, светило солнце и было полно рыбы. Но Гахары прокляли деревню, и несчастье стало на якорь в нашей пристани. Раньше мы были умелыми рыбаками и гордились своим ремеслом. Но рыбы не стало, мы утратили человеческий облик, и нам больше нечем гордиться. Но вы похожи на того, кто может подсобить старого морского волка. Сможете принести мне банку с червями с пристани? Обещаю, вы не пожалеете. Старый рыболюд и море. Банку с червями. Наверняка все не так просто. Вот это нехороший дядька. Не даем ему замахнуться. Вот так. Главное бить сбоку, либо сзади. Не давать ему замахнуться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это ж две их. Оп, пробегаем, пробегаем просто быстренько. Не знать бы еще куда бежать. Ой, там аж три. Иди сюда по одному давай. Да не этот самый. Что это за штуковина? Она языком машет. К мне вообще как бы подойти? Как бы подойти, так и ударить ее, а? Черт, она еще жива. Да, твою уж дивизию. А, я могу вот так вот выбирать цель еще. Вот так вот, правым стиком. Не очень удобно, если честно. Есть. Так, где я сейчас? Я тут и заблудиться могу. Тут прямо как лабиринт какой-то. Ну, небольшой, конечно. Если просто все зачистить здесь, то можно спокойненько пробежать. Ой-ой-ой, меня заметили, меня заметили. Ну да ладно, придется сражаться. Главное, не спереди. Главное, не спереди его бить. Слушайте, а еще одна тактика. Правда, выносливость заканчивается. Нет, пока что тактика эта не сработает. Нужно побольше выносливости. Ударил. Перепрыгнул через него. Ударил опять, чтобы со спины было. Перепрыгнул. Он будет разворачиваться, мы будем бить. Тактика хорошая, но рановато ее пока что использовать. А так вообще... Ой, не... Там кто-то есть. Может, нам туда как раз нужно влево? Нет, ну это противники поодиночке не страшные. Сальянский трезубец. Новое оружие, возможно. Большая руна ярости. Руны, возможно, нужны, чтобы прокачивать оружие. Меня интересует туда трезубец. Так, скорость будет быстрее. Слушайте, что-то интересное. Что-то определенное, интересное. Так, так, так. Опять вот эти огни. Мать. А, это какая-то особенная. Вот этого нужно убрать. Хотя не надо. Так, ну вот это бьет чисто вперед. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Не замахивается. Сложнее попасть. Нет, пожалуй, все-таки возьму и меч. Здесь, так понимаю, можно два набора сделать. Ну, мы пока что не знаем, как их переключать. Мы чем больше, скажем так, по площади бьет. Черт его знает, куда мне вообще нужно-то. Вообще понятия не имею, куда мне нужно. Иди сюда, иди сюда. Ты меня по-любому замечишь. Мы будем уже драться там, где я захочу. Так, нужно... С вот этой разобраться. С первым делом... Черт. Противная, противная штуковина. Так, они сейчас начнут меня стрелять, что ли, да? Черт. Вот это вот очень нехорошо. Вот это вот очень нехорошо сейчас. Просто и прибежать не получится. Там этот стоит засранец. Надо его выманить как-то. Давай, давай за мной. Вот. Вот здесь мы будем с тобой сражаться. Ай, 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 ай. Нет, давай, иди сюда. Я заодно каши перекусю. Черт, выносливость закончилась. Я не проследил за выносливостью. В итоге я стоял как дурак, жал на кнопку, но не мог его ударить. Ладно, каша. Спасай меня опять. Так, подождем, подождем. Давайте еще кашу съедим. Попробуем пробежать сейчас просто мимо этих пиявок. Бежим, 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 бежим. Опа. Эй, стоп, он что, через дом переп... переп... перепинул? Как сказать? Эй, так... Так нечестно, слушай. Принесите старому рыболюду Марлину из проклятого села ведро червей. Ну да, где-то его здесь нужно найти, потом вернуться еще наобратно с этим ведром. Нам бы как-то научиться прокачиваться, а вот это было бы... Вот это было бы очень даже хорошо, ребята. Так, я помедитировал. Игра, наверное, сохранилась. Что ж, ребята, давайте мы уже тогда здесь с вами прервемся и подведем итоги по поводу этой игры. А игра, по-моему, очень крутая. Игра замечательно выглядит и звучит, антураж очень-очень интересный. Все вот такую создает приятную... Ну, как сказать, приятную? В кавычках приятную атмосферу действительно хоррор-панка. Сюжета, как такового, в принципе, практически нет, но хотя бы отголоски какие-то есть, что вот было хорошо, а потом стало плохо, мы должны кого-то победить, чтобы стало снова хорошо. Это уже... Это уже, конечно, интересно. Играть удобно, управление удобно, и в принципе, все понятно. Но остался пока что один непонятный момент по поводу прокачки. Но, возможно, еще просто слишком рано. Возможно, в дальнейшем мы найдем какое-то место, где можно будет прокачиваться. Или нам просто станет доступна эта функция. А пока что мы купим просто очки для прокачки. Вот этот момент пока что мне абсолютно неизвестен и непонятен. Во всем остальном, в принципе, все просто прекрасно. Есть энциклопедии, где можно про все прочитать, про каждый предмет. Информации в игре вообще много, про каждый предмет, прямо по несколько абзацев текста. И это, по-моему, очень даже круто. Как по мне, это действительно очень крутая игра. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.